Если ты мне поверишь вот сегодня и сделаешь так, чтобы у тебя один год, кроме твоей женщины, не было никого другого, а проживешь этот год ради своей дочери, ради своей женщины, то спустя год ты можешь мне сказать, что это неэффективно в ходе увеличения твоего материального благополучия. И я готов потом понести, сколько ты закончил ступеней, там три, закончил морской курс, вот я тебе отдам деньги и за ступеней, и за морской курс, приезжай. После этого этот человек является почитателем и поклонником нашей школы. Объяснить почему? Потому что он через год встретился со мной и говорит, я никогда даже не думал, что если я буду жить ради своей женщины, то у меня так попрет с финансами. Я говорю, а ты обрати внимание, что в тот момент, когда ты начинаешь лезть влево, вправо и думать о чем-то, то у тебя в этот момент и начинаются все твои проблемы, которые связаны с финансами. А ты попробуй, это как, знаете, тоже духовный рост и тоже как определенная борьба. Помните, я говорил когда-то во время вебинара, я уже говорил, что каждый может быть сексуальным, у каждого могут быть другие женщины, другие мужчины, но не каждый готов прожить ради одного человека. Так вот, что сложнее, прожить ради одного или прожить как попало ради всех подряд? Конечно же, веселее прожить как попало ради всех подряд, но прожить ради одного – это духовный путь или духовное становление. Вы знаете, я молодежи постоянно это говорю, даже если уже что-то произошло и сосредоточиться, и жить ради одной, то это большое счастье, даже если она как-то не нравится. Объясню почему. Я когда-то во время семинара уже говорил эти слова, с умной может каждый мужчина. Сила мужчины начинается в тот момент, когда он начинает жить, я не знаю, с бешеной, сумасшедшей, нервной, там еще какой-то. Это тогда выбирает себе максимальный духовный рост, максимальный. Мне, конечно, не повезло в моей жизни, мой духовный рост, он более мягкий. И мне повезло жить с женщиной умной, доброй, хорошей, понимаете. Наверное, Богу понравился.